Приветствую вас, прочитал я ваш вопрос, значит, вот, давайте мы с вами попробуем разобраться с тем, что вы написали и что хотите получить, собственно говоря, взамен, да, то есть, ну, в обратной связи. Как вы, наверное, могли заметить, я немножко запнулся, да, потому что вопрос, он на самом деле не совсем понятный, да, то есть, если говорить о конкретике, да, то есть, вот, конкретно, причины вялого рукопожатия, да, то есть, почему люди пожимают друг другу руки, да, вяло, то есть, слабо, еле заметно, что это один момент, если говорить о том, что может скрываться за подобным вопросом, это момент другой немножко. И вы, Алексей, скорее всего, сами не знаете до конца, что вы хотите больше, то есть, хотите ли вы больше узнать о том, что стоит за вялым с пожиманием руки или вы хотите узнать о себе что-то, то есть, вы хотите решить какую-то свою проблему, которая у вас, ну, есть, которая у вас может быть, которая у вас имеет место. И, понимаете, какая история? Если вы задаете свой вопрос именно с целью узнать, какие могут быть причины вялого пожимания рук, то мы, конечно, вам ответим. Но нужно понимать, что каждый психолог судит с точки зрения своей школы, или даже с точки зрения нескольких школ, если у него такие есть. Но это не значит, что под конкретно людей, которых встречаете вы, описания, которые будут даваться психологам, подойдут. Потому что индивидуальные особенности людей никто не отменял. Отдельное внимание хотелось бы обратить на то, что вы заинтересовались этим. И поскольку вы задаете платный вопрос на эту тему, я подозреваю, что вас это как-то волнует. И это волнение, которое есть у вас, оно не уйдет, если вы узнаете причины вялого пожимания рук. Потому что волнение возникло не из-за этого. И волнение не уйдет, если вы узнаете причины или будете лучше в этом разбираться. Почему? Потому что волнение возникло у вас, и, соответственно, говорить нужно о вас. В оперативном случае, я думаю, что вы, ну, указали бы в своем тексте, что интересуетесь, например, в каком-то научном контексте, или в исследовательском, или в статистическом, вот, ну, или просто вам интересно. Ну, опять же, раз вы вкладываете деньги в то, что вы спрашиваете, значит, для вас это имеет значение. И именно со значением им нужно работать. То есть, действительно нужно понять, да, что вот сам факт того, что вы задаете такой вопрос, говорит о наличии, ну, каких-то эмоций и чувств у вас. И раз эти эмоции и чувства есть у вас, значит, скорее всего, эти чувства и эмоции не самые приятные. Ну, раз вы обращаетесь к психологам и задаете платный вопрос. Соответственно, они не уйдут, если вы получите даже самый полный ответ на свой вопрос, потому что вы будете применять его к тем людям, которых вы встречаете. И поскольку эти люди уникальные и особенные сами по себе, то ни один ответ полностью удовлетворять вашему запросу не будет, потому что, чтобы ответить на запрос, почему именно конкретный человек вяло пожимает руку, вам, например, нужно иметь о нем представление, нужно понимать, что это за человек, какой это человек, какие у него особенности, чем он занимается и так далее. И только, только в этом случае можно говорить о том, чтобы именно применительно к нему, конкретному человеку, или, может быть, в конкретной группе людей, выявить какие-то причины вялого пожимания рук. Поэтому ответ будет общий, дан он будет с нескольких точек зрения, да? То есть, вот, ну, будут, ага, значит, ну, несколько точек зрения, несколько позиций на это, вот. Позиции будут абсолютно, ну, не совпадающие. Кстати, они могут не совпадать. И это, в общем и целом, нормально, что позиции не совпадают. Вот. Но, тем не менее, я надеюсь, что вам это поможет вашу проблему решить, да? Итак, причина вялого рукопожатия. Первое, это то, что человек не задумывается об этом. То есть, для него рукопожатие, это ничего не значащая форма, ничего не значащие действия, ничего не значащий ритуал и так далее. Вот. Это первое. Второе. Второе и, пожалуй, самое главное. Человек, который вяло поджимает руку, да, он, в зависимости от того, чем занимается, вкладывает в это рукопожатие то или иное значение. Например, если человек достаточно успешный, ну, скажем так, эффективный, продуктивный, прогрессивный, то его слабая рукопожатие означает, что он, ну, достаточно осторожно подходит ко взаимодействию с людьми. Ну, с новыми людьми. Понимаете? И если человек подходит ко взаимодействию так, что очевидно, что он не хочет показывать сразу свою силу, очевидно, что он не демонстрирует сразу свои возможности, и очевидно, что он хочет, чтобы у него в рукаве, ну, остались какие-то козыри, которые он мог бы использовать в самый неожиданный момент для другого человека. Ну, не обязательно что-то плохое, не обязательно что-то ужасное, не обязательно какая-то неприятная неожиданность, но тем не менее. То есть человек не хочет показывать свою силу. Иногда, иногда, в зависимости, опять же, от характера, слабое рукопожатие – это признак неуверенности в себе, застенчивости, стеснительности, скромности, скованности и так далее. Но это проявляется уже далее, впоследствии, да? То есть, если человек пожал вам руку, вы почувствовали, что это произошло, что он пожал вам руку слабо, вот, и вы дальше с ним общаетесь и видите, что человек, ну, знаете, как это бывает, да? Не такой активный во взаимодействии с вами. Человек не такой открытый во взаимодействии с вами. Человек достаточно пассивен, немногословен, инертен, да? Это означает, что его руку, его слабое рукопожатие – это проявление как раз таки его характера. Вот. То есть, здесь, вот, в зависимости от того, да, какой человек нашел по характеру. Я специально обещал эти моменты, чтобы вы понимали, что само по себе вялое рукопожатие нельзя рассматривать как характеризующий фактор. Только лишь в купе, только лишь в совокупности с другими моментами можно уже складывать какой-то пазл, можно уже говорить о человеке, можно уже что-то предполагать и так далее, и так далее, и так далее, да? Вот. Дальше. Человек, который вяло поднимает руку, здоровый, активный, уверенный в себе, может быть слишком эмоциональным. То есть эмоциональным, заинтересованным, как бы охваченным своей идеей, да? И торопливым может он спешить, он может не успевать, он может не придавать значение человеку, да? То есть вот есть такие люди, которые подразделяют своё окружение на мы и они. И вот те, кто мы, да, все, соответственно, ну, достойны того, чтобы человек пожимал им руку крепко. А те, кто они, ну, они, они и они. То есть зачем я буду пожимать им руку крепко, значит, да? Вот. То есть если человек вкладывает в рукопожатие некую эмоциональность, да? Ну, знаете, как бывает? Крепко пожел руку от души, вот. Если человек вкладывает в рукопожатие эмоциональность, то естественно, естественно, мне о каком сильном рукопожатии с незнакомым человеком быть не может. То есть никакой речи о рукопожатии сильным незнакомым человеком речи быть не может в этом случае. Ибо человек недостаточно значим для, ну, вот, того, кто пожимает руку. И, соответственно, рукопожатие вялое происходит. Вот. А еще один момент, еще один момент заключается в том, что вы сами можете транслировать другим определенную свою неуверенность в себе, или определенный какой-то посыл, который на подсознательном уровне стимулирует людей пожимать вам руку слабо. Либо чувствовать себя сильнее вас. И из-за этого поднимать вам руку слабо. Ну, как бы боясь причинить боль. Вот. Значит, кто-то, кто-то считает, что сильное рукопожатие это очень интимный жест. То есть, как бы, я сильно, пожимаю сильно руку тебе, значит, я раскрываюсь перед тобой. Если я раскрываюсь перед тобой, то ты меня лучше знаешь. Да? То есть, люди, как бы, вялое пожимают руку еще и потому, что они скрытны. Скрытны. То есть, они не просто не хотят показать какие-то свои черты. Черты. Да, они именно боятся раскрыться. Не боятся раскрыться. Ну, у здоровых и уверенных в себе людей это как раз таки отличается. Потому что здоровые, активные, уверенные в себе люди, они понимают, что им могут завидовать, понимают, что у них могут быть какие-то недоброжелательные. Они понимают, что могут оказаться жертвами, там, какого-то, ну, негатива. И поэтому они не хотят раскрываться, не хотят, чтобы человек их чувствовал. Потому что через рукопожатие иногда некоторые люди, особенно уверенные в себе, и активные, и здоровые, через рукопожатие люди, как бы, познают друг друга. Познают другого человека. И человек, слабо, пожимая руку, не хочет, не хочет, чтобы, значит, была своего рода конкуренция. Да? Чтобы люди конкурировали. Ну, то есть, через рукопожатие конкурировали. Не хочет, не хочет этого человек для того, чтобы чувствовал себя спокойнее. Вот. Такое тоже может быть. Вот. Ну, на этом, в принципе, пожалуй, всё. Кроме, разве что, ещё одного момента выгоды. То есть, нужно смотреть, какую выгоду, не прямую, а косвенную, человек получает, он слабое рукопожатие. То есть, выгода есть, это однозначно. Иначе бы человек не делал бы этого. То, что выгода есть, это 100%, что выгода есть. Вопрос в том, какая это выгода. Вопрос в том, что это за выгода. Понимаете? Какая история. Вот. И в общем и целом, в общем и целом, если вы посмотрите, то выгода, она будет также у каждого своя. То есть, вот, у кого-то одна выгода, то есть, когда человек слабо пожинает руку, например, и к нему относятся бережно, он получает какие-то льготы, он получает более осторожное обращение с собой и так далее, да. Другой человек нуждается в защищенности. Третий человек нуждается в помощи. Четвертый человек там что-то еще делает. Вот. Вы можете на все это посмотреть. Никто, в том числе и активные, здоровые, здоровые и уверенные в себе люди, да, никто не застрахован от своих потребностей каких-то, от своих желаний каких-то. И то, что это есть в каждом, это факт. Вопрос в том, что, вот, если понаблюдать за человеком, понаблюдать за тем, чего он хочет, да, понаблюдать за тем, что ему важно, то вы сможете органично соединить его поведение и то, как он пожимает руку, например, вам. То есть, грубо говоря, есть два человека, да, два человека. Первый человек вам пожимает руку крепко, он здоровый, уверенный в себе, активный, но он пожимает руку крепко. Что это означает? Это означает, что человек сразу хочет доказать свою силу. Сразу. Вот. То есть, вот он я, вот моя сила и сразу подавить, как бы подавить, да, сразу подавить. Сразу его подавить, то есть, это человек склонен к доминированию. Не к лидерству, а к доминированию. Доминирование и лидерство – это разные вещи. Если человек пожимает такой же, но руку слабо, значит, он более осторожный, он более выдержанный и он более склонен именно к лидерству. Не к доминированию, а к лидерству, потому что он позволяет вам себя проявить, он тем самым лучше изучает вас, и изучая лучше вас, он знает, как себя с вами вести. Вот. Ну, это были все причины, по которым люди могут слабо пожимать руку. Небольшой такой подскриптум, да, банальности вроде того, что я боюсь пожимать крепко руку, потому что, в детстве, меня отец, после того, как я недостаточно крепко пожил руку, называл там мужчины и так далее, я оставил. Потому что понятно, что такие тонкие моменты, они нуждаются в анализу. То есть, если, например, человек вам пожил руку слабо, другому человеку пожил руку сильно, но при этом вам все люди пожимают руку сильно, вы сами уверены в себе человек, вы сами, там, достигли, ну, чего-то определенных каких-то высот, вот, то, скорее всего, человек наделил вас неким образом, то есть перенос, перенес на вас образ кого-то, и уже с этим образом кого-то он ведет свой диалог внутренний, подсознательный. На подсознательном уровне человек может вести себя любым из способов, которые я описал, но это будет не к вам отношение, а к кому-то, чей образ человек дал вам. Это такая больше психоаналитическая концепция, вот, о ней на самом деле можно очень много, очень много, много говорить, да, да, то есть тут и друзья, тут и, значит, ну, родители, тут и все люди в целом, да, то есть, ну, какая-то угроза, либо, наоборот, какое-то стремление что-то доказать, либо, значит, линейный комплекс, вы можете почитать в интернете, что такое линейный комплекс, я не буду сейчас об этом говорить, вот, то есть, на самом деле очень много вариантов здесь, но факт остается фактом, что человек наделяет вас определенным образом, определенными характеристиками и ведет себя так, как будто вы и есть тот, чей образ он вам дал. И, собственно, такое поведение, конечно, оно не самое адекватное, его нельзя назвать конструктивным, его нельзя назвать позитивным, скорее, это болезненное, недовершенное поведение человека, которое требует помощи, вот. Ну, иногда даже на подсознательном уровне, то есть, не осознавая, то есть, человек не отдает себе отчет в том, что с ним происходит. На этом все, надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если у вас остались вопросы, вы можете написать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и с Новым годом! Субтитры создавал DimaTorzok